Приветствую, друзья. Вы хотели бы знать будущее? Своё будущее? Будущее страны? Думаю, да. Давайте сегодня поговорим о будущем, которое нам готовит власть. Знаете, есть такая поговорка, всё новое – это хорошо забытое старое. Применительно к идеям российской власти можно сказать, всё новое – это плохо переосмысленное старое. Поэтому будущее для страны Путин и его деды из Совбеза постоянно ищут в прошлом. То в Конституцию внесут какую-то чушь про память предков и тысячелетнюю историческую правду, то свои представления о мире черпают из географической карты 17 века, которую, к тому же, прочитать на самом деле не могут. Но далеко не всегда устремлённость режима в прошлое столь безобидна. Гораздо хуже, когда власть пытается загнать жизнь граждан в каноны далёкого прошлого. Причём не книжного прошлого, не гламурного прошлого, а того прошлого, где у людей не было никаких прав. А жизнь обычного человека вообще ничего не стоила. Большая часть из нас родилась и выросла в то время, когда граждане уже воспринимали как должное базовые права и свободы. Например, свобода выбора места жительства, свобода занятий и передвижения, в том числе свобода выезда за границу. Но так было далеко не всегда. Московское царство и Российская империя строились на крепостном праве для подавляющего большинства населения, для крестьянства. Но даже дворяне воспринимались не иначе, чем как слуги царя и зависели от его прихотей. Даже после отмены крепостного права в середине 19 века сохранились многочисленные ограничения на свободу перемещения для большинства населения. А после революции в Советском Союзе возродили замену крепостного права в еще более изощренной форме. Крестьян согнали в колхозы, рабочих закрепили за фабриками и заводами, ученых отправляли в секретные закрытые города, выпускников вузов против их воли распределяли на предприятия и учреждения. Само собой разумеется, о выезде за границу не могло быть и речи, как о свободном выборе места жительства. Шутка ли сказать, в середине 70-х советская власть наконец-то решила выдать паспорта колхозникам. До этого они фактически оставались прикрепленными к земле, потому что без паспорта не могли покидать свои деревни. Одним из способов вырваться из колхозной неволи была служба в армии. Отслужив, выходцы из села обзаводились паспортом, устраивались на работу в городах, делали карьеру в вооруженных силах или даже в партийных органах. Одним словом, получали гораздо больше свободы и жизненных перспектив. К чему я говорю об этом? Очень похоже, что путинский режим твердо решил возродить в России некоторый аналог советской системы, когда наличие или отсутствие гражданских прав становится в прямую зависимость от готовности стать убийцей или калекой. Эдакое военно-крепостное право, учреждаемое прямо на наших глазах. Я начал это видео с вопроса, хотели бы вы знать будущее. Военно-крепостное право – это и есть будущее. Неприятное будущее. Будущее, которое наши сограждане как будто не хотят замечать и закрывают глаза, рассчитывая, что оно как-то само по себе исчезнет. Нет, не исчезнет. Было бы наивно рассчитывать, что создав все юридические предпосылки для того, чтобы массово забирать людей в армию, власть этим не воспользуется. Российская армия несет очень тяжелые потери. Главная проблема путинских войск – это отсутствие ротации на передовой. Заявление о том, что россияне массово заключают контракты с Минобороны, вызывают некоторый скепсис. Недавно Минобороны России по недосмотру опубликовал доклад главы мобилизационного управления Генштаба. В документе говорилось о том, что на самом деле набор на военную службу идет не так хорошо. Вскоре доклад удалили, но текст остался в веб-архиве. И там черным по белому сказано – армия России испытывает проблемы с неготовностью части общества к выполнению воинской обязанности. Цифру в 200 с лишним тысяч контрактников с начала этого года можно объяснить только одним – это не новобранцы в прямом смысле этого слова. Это те же самые срочники и ранее призванные по мобилизации, которых уговорами, посулами или угрозами заставили заключить контракт. Люди в военной форме не представляют документов, но заставляют подписать контракт и сразу отправляют на красную линию. То есть никакого нового притока в армию нет. Просто военнослужащие с одним статусом – срочник, доброволец или мобилизованный – меняют его на другой – контрактник. Зато потом можно отчитываться красивыми цифрами перед Путиным. Но для войны нужны не красивые цифры, а реальные люди, которые будут идти в атаку или сидеть в окопах. И людей нужно много. Путин, похоже, всерьез собирается воевать аж до американских выборов, а это ноябрь 2024 года. Расчет у него простой. На выборах победит Трамп, а с ним-то можно будет легко все порешать по Украине. К слову, не факт. Но нарисованными на бумаге сотнями тысяч контрактников воевать до этого срока не выйдет. Придется забревать настоящие сотни тысяч. Где же их взять? Кстати, обратите внимание на слово «забрить». Я не так просто его использовал. Потому что ответ властей на эту проблему – это некий гибрид военно-крепостного права и рекрутской повинности. А в рекруте, как вы помните, именно забревали, то есть буквально выстригали часть головы так, чтобы было видно лоб. Скрыться после этого и избежать службы было затруднительно. И вот именно для этого кремлевские чиновники подготовили систему мер, чтобы максимально затруднить попытки не попасть на военную службу, а заодно для того, чтобы расширить контингент людей, пригодных для забревания. Прежде всего, речь идет о так называемом законе об электронных повестках, принятых еще весной. Этот закон фактически делает невозможным уйти от призыва на военную службу. Повестка считается врученной с того момента, как ее отправили через госуслуги. А через 20 дней в случае неявки вступают в силы беспрецедентные ограничительные меры. Например, запрет на регистрацию индивидуальных предприятий, запрет на сделки с имуществом, запрет на регистрацию управления автомобилем, запрет получать кредиты и так далее. Таким образом, человека лишают базовых гражданских прав, вроде свободы перемещения или распоряжения собственным имуществом, просто по прихоти военкома. По ходу дела в этот документ, в этот закон вносят еще ужесточающие поправки. Если раньше выезд ограничивался спустя 7 дней после того, как повестку выписали, то теперь это происходит мгновенно. А получением повестки в данном случае считается ее направление. Получили ли вы ее, не получили, значения не имеет. Загранпаспорт у вас, кстати, еще и попросят сдать от греха подальше. Что же получается? На вас выпишут повестку, сразу же лишат права и возможности выехать за границу, а через несколько недель крайне осложнят жизнь. И вы даже можете об этом не узнать, пока не попробуете взять кредит, продать квартиру или вылететь куда-нибудь в отпуск. Понятное дело, что пока не созданы все необходимые электронные базы и системы обмена информацией, но процесс-то, что называется, пошел. Для надежности, чтобы призывники не качали права, их лишают права пользоваться услугами юриста в военкоматах. И многократно повышают штрафы за неявку военкомата. Повестки с предупреждением об ограничительных мерах уже начали рассылать. Минобороны даже собираются ставить военнообязанных на воинский учет без личной явки в военкомат. Самое главное, все это распространяется не только на срочников, но и на мобилизованных. А мобилизацию, напомню, пока еще никто не отменял. Она как бы продолжается. И даже если вы не получали повестку и вообще не знали, что она выписана, вас все равно могут признать уклонистом со всеми вытекающими. Такие последние разъяснения Верховного суда. Совершенно мошенническим образом возрастной диапазон призыва на срочную службу в России увеличили на три года. Изначально решила лишь о том, чтобы сдвинуть границы призыва на эти самые три года с 18-27 на 21-30 лет. Но получилось-то, как всегда, верхнюю границу в итоге подняли, а нижнюю подвинуть забыли. Только этот трюк позволяет увеличить количество потенциальных призывников на два с лишним миллиона человек. Но новым срочникам предусмотрительно разрешили заключать контракты после всего месяца службы. Кстати, пусть вас не смущает формулировка «годовые контракты». Во время мобилизации все контракты считаются бессрочными. Иными словами, уже через месяц срочника могут убедить или заставить перейти на контракт и на законных основаниях отправить на фронт. Поскольку избежать призыва теперь практически невозможно, то это вполне вероятная судьба для вас, для вашего сына, друга, брата или мужа. Кстати, о мобилизации. Очевидно, что именно под нее принят закон о повышении возраста пребывания в запасе. Для рядовых этот срок теперь повышается с 50 лет до 55. А чтобы граждане не вздумали уклониться от призыва, для них готовится законопроект об уголовной ответственности. Если вы думаете, что все это множество новых норм принимается формально, просто на всякий случай, или как результат избыточного рвения отдельных парламентариев, то есть не коснется вас или ваших близких, то я очень сильно в этом сомневаюсь. Путинский режим делает все, чтобы потенциальный получатель компенсации за ранения или гробовых выплат не соскочил, не убежал за границу, не воспользовался лазейками в законодательстве, не мог остаться ниже радаров. В таком виде это все меньше напоминает священный долг и почетную обязанность гражданина РФ. И все больше похоже на настоящую средневековую повинность. Налог кровью на население, мнение которого никого не интересует. Не ты выбираешь присягу, а присяга выбирает тебя. Собственно, российские власти не скрывают, что готовятся к большой войне и к всеобщей мобилизации. Поэтому, например, льготы для всяких там отцов трех детей или для родителей ребенка-инвалида для них абсолютно неприемлемы. Вы будете голосовать за сохранение комфортной жизни у колонистов и повторной возможности стать для них героями взятия Верхнего Ларса. Этот закон написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой самой большой войной это уже попахивает. А мы все продолжаем искать. Кого же нам оттуда убрать? Кого же защитить? Да некого будет потом защищать. Ради будущей большой войны и создается в стране это военно-крепостное право. Это основа для будущей большой мобилизации, скрытой или объявленной официально. Это уже не важно. Это и есть то знание будущего, о котором я говорил в начале ролика. Конечно, можно надеяться, что эти законы и ограничения принимаются просто на всякий случай, что они никогда не будут использоваться. Но я бы не стал слишком закладываться на это. Почему-то все репрессивные меры, которые якобы принимаются на всякий случай, потом начинают воплощаться в жизнь. Законодательство о нежелательности и об иностранных агентах, расширенное толкование экстремизма, наказание за фейки об армии, расширение статьи о госизмене. Все это принималось на всякий случай, с запасов. А теперь по этим статьям сидит множество людей. Да что говорить. Даже когда принималась Терешковская поправка о путинском обнулении, то и то говорилось, что это на всякий случай. Здесь знаете, в чем фокус? Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил. А теперь уже единственный вопрос про выборы 2024 года. Это нарисуют Путину 80% или он останется на новый срок вообще без голосования? Так что боюсь, что введение военно-крепостного права говорит нам о будущем только одно. Путинский режим видит в гражданах ресурс для большой войны и сделает все, чтобы этот ресурс никуда не делся. Ради чего все это происходит, спросите вы? Ради чего ограничиваются права? Буквально низводят миллионы людей, подлежащих призыву иммобилизации до положения крепостных? Ну, у Путина свой вариант ответа на этот вопрос. А ваш сын жил, понимаете? И его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. Понимаете? Вот это и в этом смысле, конечно, его жизнь оказалась значимой с результатом прошлого. Причем с таким, к которому стремился. Иными словами, война, мобилизация, военно-крепостное право. Все это нужно, чтобы граждане могли умереть за него, за Путина, за его страхи и амбиции, за его комплексы и некомпетентность. Ну, типа, все равно вам когда-нибудь умирать? Так умрите сейчас и ради моих прихотей. Это и есть будущее, которое этот режим готовит для всей страны. Путинский режим от старости и всей дозволенности сошел уже с ума и ударился в безумную геополитику с развязыванием агрессивной войны. Потом выяснилось, что их компетенции и квалификация дедов из совбеза находятся на том же уровне, что и представление о мире. То есть на уровне немолодых мужиков, рассуждающих о политике под водочку за гаражами. Но платить-то за это мракобесие и некомпетентность приходится реальными жизнями. Жизнями украинцев, жизнями россиян. И судя по тому, как тщательно и масштабно готовится введение военно-крепостного права, плана по прекращению войны в ближайшее время у Кремля нет. Именно поэтому я считаю, что Путина, его режим, его войну надо остановить, даже если за это придется заплатить очень высокую цену. Счастливо вам. Лучше иметь трезвое представление о будущем, даже если это не очень радостная картина. Продолжение следует...